С сегодняшнего дня в зоне АТО должен соблюдаться режим тишины, но в штабе констатируют, боевики с полуночи уже 20 раз нарушили перемирие. Ранены четверо украинских военнослужащих. По всей линии разграничения продолжаются провокационные обстрелы украинских позиций. Подробности в сюжете Олега Решетника. Уже почти три года жители Красногоровки живут на передовой. Отсюда до боевых позиций каких-то 300 метров. Каждую ночь те, кто все же остался здесь, ощущают боевые действия на себе. Передовая. Что там говорить? Три километра уже Донецк. Старомихаловка. Поэтому достается нам здесь хорошо. Как только начинается обстрел, у местных срабатывает рефлекс. Нужно прятаться в подвал. Город в осаде с 2014 года. Поэтому для выживания под землей давно все обустроено. Вот кровати. Там матрасы. Если вдруг что, мы сюда спускаемся. Те, у кого была малейшая возможность уехать из Красногоровки, уже сделали это. А Инна Гончаренко позволить себе бросить дом не смогла. В этом подъезде у нас получается две семьи. Так все поуезжали. Это очень страшно. И хотелось, чтобы быстрее это все закончилось. Жалко деток, жалко стариков, которые не могут покинуть дома. За почти три года в ее дом прилетали снаряды едва ли не всех калибров. Рассказывает, балкон ремонтировала уже трижды. В последний раз решила просто заложить кирпичом. На восстановление нет ни денег, ни сил. Говорит, обещанной политиками помощи не дождешься, спасает только Красный Крест. Пускай задумаются и пускай в первую очередь думают за нас, за людей. Что мы страдаем в первую очередь, что нам очень страшно. Психика нарушена у всех, потому что мы на передовой. 29 марта в Минске договорились об очередном прекращении огня. 1 апреля все обстрелы стороны должны прекратить. А с 6-го начать разведение сил около станицы Луганской. Накануне наступления так называемой тишины было куда жарче обычного. В этот и другие дома – прямые попадания. Только чудом никто не пострадал. Гостей сегодня прошел ночью. Поздравили нас с Плазкой. Спасибо. Сидел, смотрел телевизор, вел, типа, где оно как хлопануло. Ну и все, нормально. Главное, что живой. Такого массированного обстрела Красногоровка не знала еще с Нового года. Но ровно в полночь, будто по будильнику, уже 1 апреля, война остановилась, началось перемирие. Ну, затишье. Все. Больше не было ни стрелок, ни обстрелов. То есть ровно? Ровно, четко. Все, тишина у нас. Вот это не отстрелялись и все. Ну и так до 12 ночи все и закончилось. Теперь будем мириться. Пока пишем интервью, где-то далеко уже слышны звуки разрывающихся снарядов. Военные говорят, это очередные провокации боевиков. И штаба команды стрелять нет. Как нет здесь и веры в то, что мир продержится долго. Я думаю, это ненадолго продлится. Я думаю, через недельку опять начнут стрелять. После каждого перемирия они сами начинают со Силкова и нарастают до танка и артиллерийской системы. Но если вот вы слышите сейчас дальние раскаты. Откуда бьют, с какой стороны, не знаю. Булеметов было. Вот. Ну, хочется мира. Всем уже мы устали. Мы живем на передовой уже три года. Мы устали. Очень все устали. И как я смотрю, никакого сдвига нет. Говорят, говорят, а ВОЗ поныне там. Пока в Киеве говорят о том, что бросать украинцев в оккупации нельзя, тем временем даже на подконтрольной территории свои себя своими не чувствуют. Все в той же Красногоровке власти даже не удосужились восстановить вещание украинского телевидения. Местным жителям приходится смотреть российские новости. Вот их антенны ловят здесь прекрасно. Ну вот представьте себе эту информацию, без конца вот это все время льется, льется, льется. Люди у нас так интересные. И плюс вот эти каналы. И представьте, какая у людей складывается картина. Но самое удивительное, что даже в таких условиях люди продолжают верить в лучшее. И надеются, совсем скоро забудут, что такое война. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.